Эй, о-о-о! Эй, о-о-о! Эй, о-о! Ну, не то, чтобы между ними было много общего, но... Нет, даже не знаю, к чему я это сказал. Очень скоро накатила волна повестками. Предоставить документы, дать показания и прочее-прочее в этом духе. Донни еле успевал выпивать столько воды. Правительство США прислало мне повестку. Вот, что мы делаем с повестками в Стретан Опасе. Иди в Стретан! Жопу! Джордан Белфорт. Олден? Красивое имя. Спасибо за комплимент. А что это за имя такое? Такое вот имя. Я такого не помню. Я такого не помню, ясно? Мистер Мин, во-первых, спасибо, что пришли. Вы не водите больше пирожные. Можно я доем? Они допросили каждого. Низкий сахар, щитовидка. Несколько месяцев нас имели во все дыры. Пусть дальше задают свои вопросы. Но ни один стратонит не дрогнул. Глэдис Каррера? Я его не знаю. Извините, ничего не могу вам сказать. Нет, нет, я не знаю. Не помню такой транзакции. У вас есть молоко? Абсолютно нет. Фрэнсис Сартиджи звонил столько раз, что вы наверняка должны его помнить. Это вы тоже есть не будете. Можно я возьму? Неужели вы совсем этого не помните? Нет, я этого не помню. Некий обдуманный. Нет, я не помню. Ничего такого не помню. Это был долгий телефонный разговор. Неужели он не отложился в памяти? Мы опросили несколько сотрудников фирмы, и ни один не помнит ничего об этом Стиве Мэддене и его IPO. Это как-то странно. Картридж Корпорейшн. Что такое, вспомнил? Не, я первый раз слышу. Простите, вот интересно, это у вас не парик? Еще что-нибудь об этом скажете? Какие еще будут комментарии? Я просто спросил, просто спросил. Просто интересно, зачем вы так стрижетесь? Ну, кстати, я не помню такого компания. Принести что-нибудь еще, господа? Да, дорогая, у меня очень редкая болезнь, и я должен выпивать вот по такому коктейлю каждые 15. Конечно. Нам настоятельно рекомендовали не уезжать из штаба. И мы с женами махнули в Италию. Мы подумали, что будет проще работать из Европы и отдавать распоряжение Кокун. Зато никто нас не арестует и не докажет, что я управляю Стрэтоном с яхтой. Эй, Кокун, бонжор, пляшивый орел, как там наши делишки? Донни, слушай, у нас проблема, слышишь? Твой друг Стив Мэдден сбрасывает свои акции. Кто ты сказал, с чего ты взял? Я вижу, это Донни. Говорит, что Стив Мэдден сбрасывает акции. Кто тебе сказал, это Гонни? Дай мне сюда телефон. Кокун, что там у тебя, рассказывай. Джордан, слушай, я смотрю на экран и вижу, как разлетаются большие куски Стива Мэддена. Это делаем не мы, значит, это делает Стив. Только у него есть такие доли акций. И твою мать-то. Донни, твой дружок хочет меня кинуть. Ты это понял? Твой дружок хочет меня кинуть. Дозвонись на него сейчас. Мы еще ничего не знаем. Не надо пороть горячку. Хотя 85% растреклятой мать ее компании Стива Мэддена принадлежали мне, акции были записаны на его имя. Этот ублюдок узнал, что у меня проблемы с федералами и решил воспользоваться этим. Джордан, поговори со мной. Как нам поступить? Сейчас же звони всем нашим клиентам, пусть продают Стива Мэдена. Мы собьем ему цену до нуля, слышишь? Джордан, давай сначала. Ты вообще рот закрой. Это твой друг, между прочим. Если этот камнюк решил, что он штука умнее меня, мы превратим его компанию и акции в хлам. Слышишь меня? Да, я понял. Не будем пороть горячку. Надо все узнать. Капитан Тэм! Капитан Тэм! Пожалуйста, переводи. Оброчи трубки. Закончили разговоры. Заводи мотор, едем домой.